Начал я с теста, как он будет летать на двухъярчичной батарейке, которая дает 7-8 вольт. У меня таких батареек много, поэтому было интересно. Ну, он взлетел, по крайней мере. Конечно, о том, чтобы ровно летать речи не шло вообще. И ему не хватало тяги уравниваться. Но ровно летать он и не может. Просто потому, что я немного продешевил с комплектухой. Я для начала выбрал самые-самые дешевые двиглые контроллеры. Я взял вот такой вот комплект по 14,5 баксов с доставкой каждой. И в нем уже два контроллера сгорело и один двигатель сгорел. И еще один двигатель на подходе, потому что уже заикается на низких оборотах. Странно. Я думаю, тоже скоро сгорит. В результате я докупил еще один контроллер левый. Один контроллер с самолета воткнул. И один двигатель с самолета воткнул, который совсем с другим числом оборотов. То есть, поэтому я говорю, что ровно он летать не должен. Ну, хоть как-то летает. А вот на 4-х и честной батарейке летает довольно неплохо. Особенно для такой конфигурации двигателей. Двигатель самолета стоит на хвосте. Он имеет больше тяги, чем другие два. Поэтому коптер постоянно норовит наклониться вперед и лететь вперед. Ну, это, в принципе, можно компенсировать. Контроллер тоже делает свое дело, но... Все-таки такая большая разница в двигателях. Ему тяжело дается. И то получалось долго летать вокруг и вполне осознанно направлять его туда, куда мне хочется. Коптер немножко колебался, но настраивать битрегуляторы, чтобы погасить эти колебания, смысла нет никакого. Потому что он будет скоро переделан на совсем других двигателях, потому что на этом летать это не дело. Я уже заказал три нормальных двигателя. И пару контроллеров. Они, правда, похожи такие же хреновые, как и те, на которых он сейчас летал и этого сжег. Но ничего. Может, с нормальным двигателем они лучше себя покажут. Контроллеры я просто заказал до того, как понял, насколько они хреновые. Там на фоне стонет дочурка. Она у мамы в слинге и под курткой. Но все равно жалуется на ветер холодный. И вот где-то тут начало приходить ощущение, что он летает не сам по себе, а все-таки как-то слушается моих команд. Вращается по моей команде. Поднимается вверх-вниз. Очень прикольное ощущение, когда такая летающая штука начинает потихонечку тебя слушаться. Но ощущение контроля не помешало мне его уронить немножко не там, где я хотел. Черт! После такого падения на переслет ничего не пострадало. Все вращалось. Коптер даже взлетел в воздух. Но, похоже, это было обманчивое впечатление, потому что дальше произошла катастрофа. Слетев очень высоко, у него просто отказал один из двигателей. И он рухнул со всей высоты, разбившись в дребезги. Продолжение следует...